Корь – болезнь опасная, в первую очередь из-за большого списка возможных осложнений. Врачи особенно подчеркивают слово «возможных». Далеко не каждый случай заражения ведет к тяжелым последствиям. Но знать о том, как распознать болезнь на ранних стадиях и что делать в таком случае, просто необходимо. Корь – это инфекционное заболевание вирусной природы, которое характеризуется высоким подъемом температуры тела, общей интоксикацией и катаральными явлениями со стороны слизистых глаз, верхних дыхательных путей, ну и, конечно, сыпью. Первые признаки кори появляются через 1-2 недели после контакта с больным человеком. Корь – болезнь высококонтагиозная, если говорить проще, очень заразная. Достаточно побыть с больным человеком в одном помещении несколько минут и вирус ваш. Конечно, при условии, что иммунитет ослаблен и не были сделаны профилактические прививки. Последние, к слову, являются самой надежной защитой. У нас в регионе эпид-обстановка спокойна, и мы считаем, что это все благодаря активной иммунизации. Она проводится деткам. Согласно национальному календарю прививок в возрасте 12 месяцев и 6 лет, проводится она, подчеркну, бесплатно, поскольку это тоже очень актуально. Также вакцинация проводится и бесплатно по противоэпидемическим показаниям. То есть лица, которые были, как они подозревают, в контакте с коренью, тоже будут прививаться бесплатно. Кстати, привиться от кори никогда не поздно. Если не прошли вакцинацию в детстве, то можно и даже нужно сделать это во взрослом возрасте. Также не стоит впадать в панику. Доктора подчеркивают набрещение, эпид-ситуация по коре благополучная. Случаев заболевания не фиксируется. Вместе с тем, выпускать дело на самотек, если появились опасные симптомы, будет выбором неправильным. Консультация врача не лишняя даже в случае обычной простуды. К тому же только специалист может поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение. Продолжение следует...